Определиться с выбором будущей профессии, посещать дополнительные занятия и учиться на современном оборудовании могут и дети в сельских школах. «Точка роста» – это уникальный проект, созданный Министерством просвещения в 2019 году в рамках нацпроекта образования. Главная цель проекта – предоставить всем школьникам, независимо от места их проживания, равные возможности на получение качественного образования. Напомним, что в Кашихабльском районе в прошлом году были открыты две точки роста на базе Майской и Герухайской общеобразовательных учреждениях. В этом году планируется ввод еще четырех центров, а именно в Ходзинской школе, где уже завершены ремонтные работы и в ближайшее время планируется завести оборудование. На базе Натырбовской школе проводятся мероприятия по приведению помещений в соответствии с фирменным стилем центра «Точки роста». Совсем скоро начнутся работы в Кашхабльской школе номер один. В Бличипсинском общеобразовательном учреждении уже началась подготовка помещений, предназначенных для занятий по физике, химии и биологии. В рамках огромного национального проекта образования – это современная школа, это самый большой проект, это проект «Точка роста». По данному проекту у нас здесь обновляются два основных предмета, даже три предмета – это физика, химия и биология. То есть у нас два кабинета – это кабинет физики у нас будет, и второй – это препараторская кабинета физики, и кабинет химии и биологии. И точно так же и препараторская будет кабинета химии и биологии. Полностью обновляется, остаются только окна и батареи. Остальное все полностью у нас обновляется. Ну, на сегодняшний день, в принципе, работа идет довольно-таки успешно. Начали, значит, где-то недели две назад мы, вот, ну, и довольно-таки хорошо, быстро, полностью все, что надо, убрали. И сейчас там стена есть, и полностью, видите, уже и некоторые кабинеты уже немножко уже хорошо сделаны. На вопрос, как проект улучшает школьное образование, Марит Миколова отвечает. Это очень хорошее новшество. Почему? Потому что для детей это идет как дополнительное образование, это дополнительно они получают знания. Вот, это после уроков, помимо того, что на уроках, здесь помимо того, что будут они и классы делать, помимо этого, здесь еще и модернизация. То есть придет очень много приборов, которыми будут пользоваться наши дети. Они будут пользоваться не только на уроках, но также с ними будут работать еще после уроков. Это основная цель вот этой точки роста. То есть в данном случае наши дети будут заниматься, групповые занятия будут у нас, типа как кружковых работ, они будут после занятий посещать кабинет химии, кабинет физики и будут заниматься и получать новые знания. То есть идет помимо того, что ремонт данного кабинета, еще идет и модернизация данных кабинетов по новому стандарту. Чтобы педагоги умели работать с индивидуальными траекториями и ориентироваться в современном оборудовании, в точках роста уделяется особое внимание их обучению и подготовке. У нас же в этом году, когда мы попали в точку роста, то у нас учителя уже проходили, а не повышение квалификации у них было. И буквально каждый вообще у нас учителя – это те люди, которые постоянно должны учиться. То есть они должны постоянно получать новые знания. Почему? Потому что время идет, бежит впереди нас. И поэтому, если мы не будем заниматься своим развитием, конечно же, мы не можем развивать детей. Поэтому, значит, сейчас, даже сейчас, буквально со вчерашнего дня, опять зарегистрировались учителя именно по развитию техники, по развитию, скажем, по модернизации, по всем вот этим вопросам. У нас учителя сейчас повышают свою квалификацию, они зарегистрировались, и вот опять же начинается вот это повышение. Это помимо того, что они уже весной проходили вот такое повышение квалификации. Подготовка к учебному году включает в себя целый комплекс мероприятий. Но важной его частью является текущий ремонт, который проходит в образовательных учреждениях. На сегодняшний день во всех учебных кабинетах в Плечипсинской школе проведен косметический ремонт. Освежили покраску стен, полов и потолков. Косметический ремонт в других кабинетах у нас ведется параллельно. Косметический ремонт у нас начался в июне месяце. Третьи, вторые, первые этажи у нас есть кабинеты, где у нас уже готовые кабинеты. Но эти кабинеты я вам покажу попозже. Значит, некоторые кабинеты у нас полностью готовы, они уже сданы. Сейчас у нас идет косметический ремонт именно только этих коридоров. Не менее радостным событием в жизни в школе в этом году стало проведение линии интернета. Доступ к высокоскоростному интернету стал возможным благодаря спонсорской помощи. Одной из проблем в школе – это был интернет у нас. Постоянно то, один раз интернет есть, второй раз нет, и у нас постоянно были проблемы. Об этом узнал один из спонсоров наших – это Балука Мухаммед Адамович. И спасибо ему огромное. Он в этом году решил нам провести этот интернет. То есть полностью интернет к школе у нас подвели. У нас есть интернет к школе, но уже полностью развязку по всей школе. Он оплатил, оплатил в сумме 300 тысяч рублей и делает нам вот этот интернет. Но хочется выразить слова благодарности это Балукову Мухаммеду Адамовичу за то, что он такое внес вклад в ремонт школы, что он нам провел интернет. И теперь все детки и все учителя будут пользоваться этим интернетом. Спасибо ему огромное. И здоровья ему благополучия.